Чем больше Москва проявляет признаки сдержанности в ответ на агрессивный тон Еревана, тем больше Южный Форпост злоупотребляет доверием сильного звена. Чем больше знакомишься с реалиями армянской общественно-политической действительности, тем больше просматривается признаков, демонстрирующих, насколько армянские умы погрузились в режимы реального времени. Может это и доставляет большое моральное удовольствие в воображении, однако если это никак не коррелируется с трезвым осмыслением настоящего, поневоле приходишь к выводу об отклонении от нормы. На всех парах армянские мыслители расширяют пиар-компанию, призванную вынести смертный приговор русско-турецкому договору от 1921 года. Он, как известно, без малого сто лет назад разрядил обстановку в Малой Азии, в субконтиненте Большой Евразии, где мировые лидеры долго и болезненно проводили линии разграничения в собственных интересах. Как передает АЗ. Эйзи со ссылкой на Каспий, в тело этого региона попал тогда микроб под названием территориальная непрекаянность. Его носителями стали поздние пришельцы Кавказа армяне, передовые силы которых решили поставить конец своему скитальчеству по белу свету. Если коротко, то все поколения армян должны быть благодарны России и Турции за бесценный подарок судьбы. Сто лет назад Хаи отчаянно бились за место под солнцем. Их никто и нигде не трогал и тем более не ограничивал, пока они не взялись за сепаратизм против Османской империи в ее противостоянии с Антантой. Гнусное предательство армянской общности, ее удары по интересам Стамбула привели к тому, что творцы смуты сами себя загнали в угол. Меньшинство бывшей мусульманской империи бросило вызов центру в угоду России, Франции и Великобритании и за это удостоилась депортации из Восточной Анатолии как неблагонадежный этнос. Что было потом и как армянские умы превратили свои мытарства в политический капитал под названием геноцид, известно. Но неизвестно одно, когда же армянские политические силы осознают бесперспективность своей шумной борьбы за признание резни, которой не было. В стремлении навязать сообществу свою болячку, армянские институты делают ставку на диверсификацию инструментария, чтобы сконструировать более выгодную для себя конвенктуру и добиться перелома и следом воссоздать более благоприятные условия для расширения жизненного пространства. Договор 1921 года, у истоков которого стояли Мустав и Кемаль Ататюрк и Владимир Ленин, не только сыграл свою историческую роль, но позволил создать новый региональный порядок для здешних субъектов. Больше всего тот самый договор ущемел интересы азербайджанских тюрков, за счет земель которых влиятельные силы и состряпали армянскую государственность. И как это часто случается, идя на уступки, нажили проблем на свою голову. То, что сегодня ударяется в политику, обращенную вспять, может кому-то показаться нормальным явлением. Но в сути это политика, наносящая удары не только по региональному порядку сегодня, но и система неадекватного действия, закладывающая бомбу под будущее. В сущности Армения с ее непонятной стратегией переоценки прошлого действует не по своему разумению, а по наводке внешних сил, стремящихся держать на постоянном огне региональный порядок. Если говорить конкретно, то Ереваном управляют из нескольких зарубежных центров, и во главу угла ставится конфронтационный курс, где умножает количество линий разлома. В политологии, как в фундаментальной науке, большое место отводится опыту прошлого. Но практика отшумевших времен изучается не столько ради знания уроков истории, сколько ради реанимации болезней отшумевших времен. Невооруженным глазом видно, как политические силы в Армении провоцируют Россию методом ревизии прошлого, чтобы возложить на своего союзника вину за несовершенные им грехи. Чем больше Москва проявляет признаки сдержанности в ответ на агрессивный тон Еревана, тем больше Южный Форпост злоупотребляет доверием сильного звена. Армяне докучают, лезут на рожон, переходят границы дозволенного с единственной целью, чтобы подбить влиятельного спарринга на новые уступки. В Ереване уже не скрывают, что не просят, а требуют от Кремля отказа в пролонгации договора столетней давности. Однако если даже допустить, что Россия пойдет на поводу и откажется от продления двустороннего договора, что же тогда и изменится? Измениться может многое. Ереван потребует пересмотра региональных границ с прицелом на возвращение шести турецких вилаетов, где когда-то компактно жили армяне. Далее, как говорится, пойдет и поедет. Армения станет не то чтобы несговорчивой и агрессивной, а опасной для всего регионального порядка. Хаос как раз и есть та цель, которая двигает армянским политическим истеблишментом в выстраивании новой архитектуры Малой Азии. Но если разумно мыслящие кластеры в других государствах говорят и думают об архитектуре безопасности, то в армянских коридорах доминирующим компонентом является вычерчивание карты опасностей. Скорее, этой миссией армянские политические круги мотивированы внешними акторами. Чем больше факторов риска, тем больше уверенности появляется у внешних сил. Как трансформировать неблагоприятные факторы в собственное благо, сильные мира сего уж точно знают. В марте 2021 года исполнится 100 лет российско-турецкому договору, который положил конец распрям на Кавказе и сотворил из ничего армянскую субъектность. Вместо того, чтобы работать над ее усилением, нынешние поколения политиков этого народа развязывают новую холодную войну между Россией и Турцией, параллельно зарясь на территории сопредельных государств. Запущенный Ереваном конвейер опасностей сработает, только вот эффект у него точно окажется бумерангом. Иного варианта не может быть, потому что Армения единственная страна, концептуально не вписывающаяся в настоящие реалии. Она привыкла жить думами о прошлом, и это не замедлило сказаться на стиле мышления политиков страны. Какой из этого напрашивается вывод, известно. Будущего у такой системы координат попросту быть не может, и фиаско станет заслуженным результатом всем, кому не дают покоя страсти по отжившему.